Привет, травичи! Это обсуждение тридцать девятого эпизода под названием «Схождение». Коротко все обсудим. Сперва игроки, потом мастер, потом зрители. Большая просьба всех, кто пишет в чат, обойтись без спойлеров. И тех, кто на ютюбе тоже это комментирует, пожалуйста, без спойлеров. То есть можете писать что-то, что мы поймем, например, и хорошие вещи, но без спойлеров, чтобы игроки не поняли, что мы тут творили. Да, и без нескольких подвесок, помните бы. Ой, мы опять и не в своих местах. Ну ладно. О, да надо! Тихо! Я, Урбун, и подчеркивание, вроде июль был тяжелым месяцем, и как же вас не хватало. К сожалению, не смогла попасть на стрим по царствию, но хоть тут повезло. Приятный вечер, ура! Мы рады, что вы здесь! Спасибо большое вам! И за ваш донат чудесный! Обожаем донаты на обсуждениях, нам от этого весело и комфортно. И мы чувствуем вашу благодарность, поддержку и вообще... Мне вот теплее стало. Класс! Юра, как ты себя чувствуешь на месте Дахни? Как не в своей тарелке. Принцесса на горошине немножко. Вот есть во мне горох? А, все-таки здесь он, да? Вот в помене на местах? Ну, хорошо. А я думаю, что так... Как-то подруга может, да? Столько магий, да? Мне нужен камень, который я буду питаться. Я бы сказал, прекрасное начало сезона в плане компании. Новое место. Старые люди. Да, это же старые люди. У-у-у! Литя, наконец-то. Месяц ожиданий прошел не зря. Теперь мы не только племя, но еще и банды Пуауауауауауауауауауауауа. Спасибо. Банда Пауауауауауауауауауа? Да, все... Дрон-1886, приветики. Наконец-то добрался до Аньга-Инга. Аньга-Инга. О, поздравляем. Добро пожаловать. Андрей, приветствую тебя. Да. Как ты согласился со своей жизнью дроном, скажи? Просто дроном, а дрон-1886. Серьезно, наверное. Давай, Юр. Да, ну вот. Что хотелось бы отметить. Это великолепная атмосфера, сохранившаяся как масштаб древнего Египта. Ну, то есть мы все в порядке. Мы все разговариваем. Какая риса долина. Сохранилась. Ну, хватит. Чонан-дой сух. Первая кампания сезонна. И сразу так по эмоциям бьете. Как всегда великолепно, но как всегда мало. Спасибо большое. Спасибо. С вашим донатом сейчас стало чаще. Ставим дольше. Немножко. Ну, ладно, я пока так. Рем Игдрас. Это Рем. Узнал, что ты лишился носа. Ха-ха. Теперь я точно крашу тебя. Крашу тебя. Мы посмотрим, чего лишится Рем. Ха-ха-ха. Вот. Брата. Забери у него нос. Брата. Забери нос у него. Я все заберу. И перешей. Там еще непонятно хата на острове на колово. Надо смотреть. Я рад энергии, которая вернулась. Я скучал. Я рад, что мы все в здравии, в светлом уме и памяти умеем формулировать, играть и кайфовать. Я, Урбун, и подчеркивание в роте весело вам с донатами на обсуждение. Чатик го закидаем донатиками за долгожданное продолжение компании «Точка банда». Закидывайте, закидывайте. Так и не скажешь, да? Прекратите кидать, так сказать. Кидайте. Мне нравится, мне нравится атмосфера, мне нравится наша новая студия, мне нравится, куда это все идет, к какому-то эпику новому, к какой-то точке невозврата, к какому-то выстрелу, который вот грянет вот-вот. И я надеюсь, что мы наконец-то соберемся уже все вместе, но в связи с длинной личной сценой Андрюши мы, видимо, не скоро увидимся. Я точно уверен, его рядом нет, и как публия, но как Андрея ему придется сидеть все это время, пока мы втроем будем разносить весь остров в щепки. Фазен, досмотрели? Агатка, я сейчас научусь кошку превращаться и стану королевой отраженного королевства. Правильно. Дарфна, Венера, держитесь. Держитесь крепче, потому что вас начнет скоро штормить. Спасибо большое за донат. Вы поняли, да, что это было? Агата, да. Агата, да. Я могу тебе сказать, что на самом деле он здесь присутствует, его решение, мы же сейчас с его решениями будем бороться. Да, да, это правда. Заяц, наконец-то досмотрела всю кампанию и попала на стрим вживую. Эша, Игдрас, публи Игдрас, любовь. А где Дарфна, два раза Игдрас, Эша Игдрас, публи Игдрас. Все правильно. А это любовь? Потому что она теперь сидит там, нет, она сидит теперь на месте Игдраса. А я Игдрас, да. Вот, и что самое главное, хотелось бы сказать, что мы развиваемся, мы движемся, и кампания движется вместе с этим. И я уверен, что у Гоши невероятное количество новых идей, истории внутри мувов выросло за этот месяц. Он отдохнул, и он с новыми силами бросит в нас все кожанки, которые есть в этом городе, а потом и в стране. Шнука про меня все забыли, эх. Щенок. Щенок свое место имеет в этой истории. Пусть знает. Он грянет. Он грянет в какой-то момент, а щетинется. Вот, пока нос, пока нос, а остальное решится. В общем, всем спасибо, я люблю вас. Спасибо, Юра, за тебя за игру. Ты что был с нами? Да, я люблю вас. Сэнкью. Ревуар. Боиславский. 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 Пока, Юра. Видите, мы вас не обманули, Юра тоже переехал в новую студию. Да, я здесь. Лечи зуб. Лечи зуб. Диана, лечи зуб. Ну, новая фамилия. Пока, Юрец. Спасибо тебе. Жабро, привет. Ребята, это Жабро. Сейчас я вас всех соберу на ферме. Мы с вами туда-сюда, императоры. Ждите меня. Я с Халдуром всех целую и люблю. Прекрасно. Блин, что ж там такая за сцена-то была у Горбатого. Капец, у всех сопли, слезы. Все-таки, видимо, реально маму привели туда. Или его к маме. Они палятся же. Как можно реагировать на вот это? А кто это сделал? Не знаю. Фузер, конечно. Я так и знала. Только хотела сказать. А вот это вы можете... А чтобы узнать, что мы смотрим, приходите в наш дискорд, раздел гифки и мемы. Да. И фонар. Там все полежит. Да, Фузер. Заливай срочно. В любом случае, Фузер, люди уже бегут смотреть, поэтому заливай. Ой. А чего ты вообще хотел сказать? Гвятв нет слов. Одни эмоции. Спасибо за донат, ребята. Текст. Смеркс. А, я стояла там сейчас и думала, какой же кошмар. Сейчас невинных людей поубивают вообще ни за что. Вот это меня пугает. Каких? Серебряных любимых. Ну, не знаю, как его пугает. Компания про нас. Мы про серебряные. А может, мы его и будем серебряные. Про Марка. Мы сейчас всех их там разберем. Да. На личности. Все, короче, все персонажи умирают. И Марк такой. I am the danger. А не Марк, а у меня еще свои счеты. Они на самом деле все Марка ищут. По всем островам. Включая Ксимирона. Да. Очень понравилась мне сцена с этими призраками. Схождение призраков вниз. Вот что это было. Многосмурс. Неожиданно спустились. Как будто бы я какой-то такой вариант... Нет, наверное. Чего? Интересно, очень весело. Вначале такой прям Дед Мороз был. И тедал. Шоколадные фонтаны. И чего-то еще тоже, я подумаю. Не помню. Наверное, что-то у ребят. Что-то не помню. Кто приводит людей к правлению государства, в принципе. Имеет право на что-то. Право на что-то. Право на что-то, я считаю, как бы... Как минимум. Это все как бы просто... Все очень причиной следствия. Да. Но чего... Да, кстати, вот Петрила пишет, что Андрей амбассадор личных сцен. Почему? Что много очень личных сцен. У меня вообще... У меня была только личная сцена там, где у всех были личные сцены. Убли. Краш. На этом у меня все. Скучала по вам. Красавчики меньше, чем три. Спасибо. Да ладно. Больше чем три. Мы очень некрасивые. Больше из-за специфики просто персонажей. Что нет, не так много интриг личных. Хотя, в принципе, еще все впереди. Да нет, я же не... Я просто статистику веду. Канал со статистикой архипелага. Классно. Здорово. Радостно вернуться. Вначале почувствовала, как разучилась разговаривать. Конечно, Ригар на самодельном корабле. Это всегда прекрасно. Очень здорово. Очень интересно, в общем, мне. Переживаю за Серебряный Легион. И интересно, как Егемон себя будет вести. Перед лицом Серебряного Легиона. Потому что это его, по сути, люди тоже. Марк Даффна, это я. Не ищи меня. Я далеко. Я ни в чем не виноват. Это неправда. Вот этот парень. Да, он ни в чем не виноват. Вообще ничего. Спасибо. Ни в том месте, ни в том времени. Магистет, привет. Наконец, я попала на стрим. Еще и на компанию. Спасибо за нереально крутой эпизод. Люблю вас меньше, чем 3. Спасибо большое, волшебная художница. Что хотелось бы сказать. Джесс-эпизод «Огонь. Точка смешного много и напряженного и эпичного». Личная сцена с Гвида «Отдельный вид искусства. Точка. Скорей бы встретиться на живой игре меньше, чем 3». Уф, кайф. А мы как раз пока там 3 часа стояли на улице. Спасибо за донаты, потому что нам нужна дверь, чтобы мы могли зимой, когда нас упит зима, не стоять на улице. Вот, кстати, как будет клево, когда она будет. Да. Заяц сох. Ошибочка. Дафна тоже любовь. Ребятушки, вы супер. Спасибо, Заяц. Спасибо большое. Понравился ход с Жабра. Казалось бы, такой простой, такой, может быть, банальный. Рабочий. Жабра. Разнорабочий. Разнорабочий, да. Ну, то есть... Ход на Жабра. Я такая сразу, спасибо, Жабра. Я хочу туда, реально. Но вот очень неудобно вот это вот то, что Арон там где-то, как разделение душ там, да, в него, вот она приплыла наконец-то на остров, и души разделить, подняться, и уже не проклятая кровь. А как быть теперь? Непонятно. Туда, сюда. Можно доставку Ароны заказать? Да. Ну, все, я все сказала. Доставь Ароны. Вера Ивановна. Доставьте Ароны, пожалуйста. Алло. О, у нас закончились Ароны. Можем вам Марка доставить. Вам Ароны какие-то. Настоящая глава банды, наши требования. Голый лужа и шоколадный фонтан в центре Хламолы. Хламолы. Хламолла. Хламолла. Настоящая глава банды. Хламолла – это мой балкон. Настоящая глава банды. Наши требования. Голого лужа и шоколадный фонтан в центре Хламолы. Шепелявый пацан мы банда. Давно меньше, чем три. Ну что сказать. Моя банда мне нравится. Наконец-то я, как Вера в свои стихи, среди маленьких людей. Мне комфортно с ними. Я знаю, как с ними общаться. Они вот эти вот ваши наемники какие-то. Нет, если серьезно. Чего, клевый эпизод. Весело, легко и непринужденно. У меня было. У вас было не так. А у меня было весело, легко и непринужденно. И шоколадные фонтаны. И дети, и все дела. Вот. Так что, что? Прикольно. Начинается, что Дафна и Эша поменялись с этими. Ролями? Нет, массовыми непосылями. Да-да-да. У Эши вся родня Дафны. У Дафны все дети Эши. Я вообще угораю. Это дети Ригера. Да, ну, Эша с ними как бы... Ну, понятно, она как оттачивала. Я-то со своей роднёй, извините, вообще ни разу не встречалась. Не встречалась. Вот. Так что я вообще их не знаю. Я даже не в курсе, что они на острове. Я вообще ещё угадал с того, что мастер дал Дафну девянских наёмников. Он такой, блядь, ну нет, ладно, давай заводите детей. Во-первых, мастер ничего Дафне не давал. Дафна сама отобрала девянских наёмников, а потом отдала. Откусила шампу и лицо и забрала. Могла не отдавать. И что-то ещё я хотела сказать сейчас. А, и как я угадала вообще с призраками и с катакомбами, детям пообещала, они там есть. Да, надо и призраки и катакомбы. Я сам все решу. Не надо меня искать. Даже Марка Орунди принесу. Дафна скажи Орунди, что я её люблю. Лоран тебе привет передаёт. Орунчик, 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 не люблю. Любил маленький. Что бы мы там убили уже, или Орунчика. Нам этого не надо. Химеради, почему Эшша так рвалась уехать, не дождавшись Игдраса? Ведь Жабро сказал, что нужны все четверо. Потому что Эшши нужно быть в том месте, где в опасности находятся люди, которых она туда послала. Заяц, вопрос Гоши, Ригара или Понти? Кто? Гара или Понти? Вопрос Гоши, Ригар или Понти? А почему? Ламба или Фера? Типа, кого больше не любишь? Они ж команды. Ирина Ирёк, как я рада смотреть стримы по компании. Ребята, вы лучшие. Суперинтересно, весело, задорно. Люблю вас меньше, чем три. Спасибо. Спасибо вам. Я думаю, что банды из 30 детей будут в три раза лучше девятских наемников. Мне кажется, что они более юркие, а не такие как бы... Что, ты куда пошел? Да, пожалуйста. Что не так? Показала? Показала? Что? Что? Что за звуки-звуки? Звуки-поки. Мне кажется, что банда немножко подрасслабилась без Ригара. Я думаю, что нужно их соединить. Ну, сейчас они соединятся, собственно. Да, они же с вами. Что, зрелишь, балапу тышь? Потому что под это... Ошоколадились немножко дети, в общем. Хахан-махан-юху. Первый донат. Первый стрим компании. Высекся мозги. Все так красиво и захватывающе. Люблю. Меньше, чем три. Ура. Ура. Спасибо. Спасибо. Хорошо, что это захватывающе. Понимаете, наемники, они наемники. А дети, они жить хотят. Да. Не, Антон, как же заебал за два года. Ваш таймер на стриме. Вы или анонсы под него рассчитываете, или ставьте его сразу на час. Ответ простой. Если за два года вы не привыкли к тому, что мы начинаем позже, чем заканчиваться тайной, то это ваша проблема. Это же наша фишка. У нас же есть вечная секунда. Вы что, не знаете об этом? Не, Антон. Рассчитывайте свое время, зная, что вечная секунда есть в жизни канала. И берегите нервы. Ну что, если это наш Антон не писал? Да. Хочется сказать, что в театре спектакли никогда не начинаются. Орона, с предателями я не разговариваю. Уважаемый Пугли, ли мне лучше обращаться к вам, Гвила? Дафна Лоран приглашает покататься на лодке. Я вас покатаю. Лоран там в пленниках вообще. На зубастом отрыве. Сдевается Орона над Дафной. Ну что, Андрей Андреевич, ваше спасибо. Блин, сложно вообще говорить без спойлеров, потому что все мои основные эмоции связаны с моей личной сценой. Ну, а я, во-первых, рад и вахуя от трех кораблей Серебряного Легиона. Я вроде заказывал один, трех, два. Ну, короче, по-моему, пацаны вообще, ребят, нормально там. Скажу больше всего силы. Да. Я думал, что силы. Ну, ладно. Вот. А очень кайфово. В смысле, вот эта ситуация мне очень нравится, что ребятки сходятся. И на самом деле мне даже нравится, что я сейчас буду снова там, значит, решать, собственно, проблемы и вопросы. А ребята будут, значит, по полной программе тут играть сюжет компании. Ча листа ребятам на плед во время личных сцен. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Вот. Мне кажется, твоя линия связана с сюжетом абсолютно плотно. Да, да, да. Нет, мне просто нравится, что мне сейчас... То есть я рад, что эта ситуация, которая, типа, вот в личной сцене, что мне не приходится ее разделять с персонажами. Мне не приходится, как бы, опять находиться в ситуации, ну, поймите, ну, вы просто не все знаете. Ну, на самом деле, все, конечно, идет, ну, типа, вот, я прям, мне не стоит своих слов, всем пизда. Все идет к этому. Да, это что касается моей личной сцены. Что касается не моей личной сцены, очень я угорал с корабля, к которому добавили больше парусов. Как это должно работать? Ну, хорошо. Что это за геометрия? И как она работает? Папа Вадаэша, привет, это я, папа. Слышал, там твой хахаль на рандеву плывет. Я там волнами его подгоню. Жди подарочек. Ой, спасибо, пап. Папа. Папа. Лоран, дафна, ты прости, Арона, он не хотел. Я выберусь рано или поздно, и мы обязательно покатаемся на лодке под звездным небом. У меня уже две лодки, если что. Обожаю. Эти бонаты от персонажей. От персонажей, это просто удающие. Да, это вообще, это очень клево. Попробуйте продолжить. Очень смешная сцена с детишками. Вообще, дико смешные, значит, этот чух-чух поезд по этим. Поезд, едущий по гроту, не дающий аж уехать. Это очень смешная сцена. Я рад, что на самом деле. В группе Ян делаем ставки, сколько конечностей останется у Игдраса к концу игры. Очень рад. Очень рад, что все-таки эшли действительно осталась там, а не пошла пешком. Я в ходе не думала, что она пешком пойдет по воде до хроморы. Теопарически. Поддерживая заклинание и просто представляешь, что там кровлю зеленую, ешь просто. Да, а я представляю, как это было бы эффектно. Типа, вот я сплавляюсь с помощью папы воды. И плывут эти вот Риггер с Игдрасом, Понтией, Лемоновой такие. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Это что еще такое? У меня было изящное решение. Слева корабль с ними риггон, справа корабль с ними ггон. А посмотри, что тамаешь по воде еще. И духи эти, которые, конечно, в едемодной крови. Это, конечно, мне очень понравилось. Я, конечно, с ним встретил. Не имеет значения кровь. Не имеет значения... Понтия Лагану достанется. Спасибо, Саша. Понтия своя там какая-то девчушка. Ну, это она так думает. Ну, он ей нравится, она не говорит, что... Смешно очень, типа, реакция Эши так не работает. Она не виновата. А что для призраков, как бы, она порченная и все. И это вообще не, как бы, ну, то есть нам плевать, кто там человеку виноват. Она просто, типа, грязная. Мне напомнили, конечно, во-первых, эта сцену мне напомнили на «Ластерин колец». Когда приходит Рагор к этим трохликим товарищам. Извините, если их вот используют. А во-вторых, мне немножко напомнило Гарри Поттера. Такого-то, как бы, грязнокровка. Да. И мне очень теперь интересно, что там в этом месте. И явно же Фархахат знал, что там. Венера, так, мальчики разошлись. Давно моя. Венера. Венера, мальчики разошлись. Венера, привет. Вот. Поэтому кайфово. Ну, конечно, надо входить в ритм. Надо входить в ритм. И еще кайфово, скажите, начинать раньше. Вот мне к игроку прям очень хорошо. Венера, который раз. Второй. А каждый раз удивительно приятно. Да, нет, действительно приятно. И потому что ты остаешься свежей к концу эпизода. И у тебя есть... Ты стала свежей к концу эпизода? Что? Да, не испортилась. Ты сказал, что я остаешься свежей. Ты сказал точно. Свежим. Остаешься свежей. Ага. А, все. Я послышал. Это неважно. Кровь. Ну, наконечная. Опечатки крови. Вот. Это, конечно, очень нравится. И даже на самом деле мы играли 6 часов. Абсолютно нет такого ощущения. Да, и нет, зрители, я видел, что зрители в чате писали, типа, а что, тебе умеешь играть? Ни хрена. И царство, и это шло... Сколько же примерно, сколько обычно. Просто раньше начинаем. Просто раньше начинаем, раньше заканчиваем. И это хоррор шейчин. Давайте же не будем тянуть и послушаем мастер. О, я рад вернуться в компанию. Я всегда очень волнуюсь перед ней, но как-то удается сдержать волнение уже ближе, вот, перед самым началом. Мне очень нравится, как ребята играют. Мне очень нравится, как все идет. Иногда сложно держать в голове очень много. То есть, типа, в первых эпизодах компании было, типа, много мира, но он был где-то как бы за кулисами. А сейчас на сцене, как бы, на сцене так много действующих лиц. И сторон конфликта, и обстоятельств, которые я очень хочу учитывать, что я иногда... Дама пули, дорогой. А почему пока я спала, ты без меня стал императором? Ой, простите за спойлер. Ну, ладно. Ну, как, давай. А что я говорил-то? А, очень много действующих лиц на сцене. И я иногда очень переживаю, что я где-то ошибусь и что-нибудь не учту или затуплю. И вот, типа, опасность образовывает дыры в сюжете с каждым эпизодом все больше. И очень трудно иногда держать, как бы, контроль над всем этим. Но я очень надеюсь, что оно, как бы, так волнами идет. Я надеюсь, что мы... Сейчас будет сороковой эпизод. Как мы знаем, что он уже подходит, типа, история к концу. И на сороковом эпизоде много решится. Решится. Много решится. Я не поняла и не спрятался. Нет, я думала просто о том, что он нравится мне. Что сороковый эпизод последний, что он все решится. 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 Вот. Но я очень рад, что герои близки к какой-то общей встрече. Я рад, что заканчивается период этого скитания всех по отдельности. Я очень соскучился, на самом деле, по пачке. И я хотел, чтобы было это ощущение, чтобы мы соскучились по тому, как все сходятся вместе снова и как они меняются. Что в ходе этой истории персонажи меняются. И это мне очень нравится. Отдельно тоже огромное удовольствие получил сегодня включить эту сцену с Андреем. Было очень круто. Я по поводу нее, конечно, больше всего волновался и переживал. Но получилось все очень хорошо. Я очень надеюсь на вашу бдительность. И ставьте, не знаю, там, пометки на ютюберам, спойлеры для игроков, чтобы враги не считали. Хотя, мне кажется, если бы я был игроком, я бы читал. Очень здорово так делают. Я никогда не читала. Я не читаю ничего. Слушай, мы могли бы подойти к окну и все слушать. Да, реально. Хоть мы и на сотом этаже находимся. Тогда вы были бы рядом друг с другом, вам было бы стыдно. А так один сидишь в темном чулане, хитро хихикаешь и читаешься по спойлерам. Ладно, возможно, это я такой коварный просто. Не знаю. Но будем знать про тебя эту коварность. Я спалился, что я коварный. Надо было это сказать не тайно. Короче. Вот. Мне очень нравится, куда все идет. Я очень хотел бы играть два эпизода вместе вместо одного. Но, как и вы, нахожусь в обстоятельствах. Ребят, тоже. Короче, надеюсь, что в сентябре будет два эпизода. И мы будем куда-то еще эпизод. Но, в любом случае, нас ждет следующий эпизод, сороковой. Юбилейный. И он не просто сороковой, а еще и цифра четыре в нем есть. А у нас, как известно, четверо незнакомцев. И от этого эпизода я жду тотального разрыва. А что в четвертом эпизоде происходило? В четвертом эпизоде? У вас закончилась арка и была речь Эши в таверне. Ух ты. Да. Вы вернули... Привезли тарелку с трупами и праздновали победу над ведьмой. Что мы исполнили? В четвертом эпизоде. Таким. Вот. Ну, все. Мне очень приятно, что мы начали, собственно, сезон. Первая кампания в сезоне. Вот. Приходите через неделю на ханском. Вот. Спасибо, ребята, вам за то, что вы такие расчудесные игроки. Отдельно спасибо Дафне, что она была вымазана шоколадом. Я очень рада. Это было чисто от меня. Нет, вообще, на самом деле, если вы заметили, я тащу прямо это, что дафне будет сладость. Поэтому ей вначале нравилось. А Гвиды не очень. Вот Джесс Ви уже в который раз спрашивает про живую игру. Только ребята будут наряжаться в костюмы или будет движ со зрителями? Типа тоже нарядимся в образ. Будет движ со зрителями. Пронарядимся в костюмы. Об этом будет объявлено позднее дополнительно. И что это за движ, тоже я потом расскажу. Костюмный движ будет. А завтра приходите, но мы не договорились. Точно. В Дискорд. Будем обсуждать все. Вот все самое сочное. Без спойлеров будем там все это разминать, мять, обсудить. Только с их молчали его согласились. А, я хотел сказать, что мне понравились. Мне тоже понравились эти призывики. И вообще, как бы... Там, конечно, вся история на острове задумывалась совсем иначе. Мне очень понравилось, куда Дианин и Мувы это все подразвернули. В какое русло. Хотя попытки Дианы... Попытки Эши яростные. Убегать, несмотря на то, что как бы... Там же жабер. Да жабер там уже 30 эпизодов вообще-то. Тут как же... Нет, он же недавно так позвонил мне в прошлом или в позапрошлом. Сказал, что типа это я еще не сказала руку пораньше. От грызенной носа Игдраса все мы знаем, что единственная любовь панки – это алкоголь. Зачем ему девчонки, когда можно на пару с эгемоном слизывать вино с пола? Так с девчонками слизывать вино с пола гораздо интереснее. Смотря какие девчонки. Некоторые девчонки тоже любят вино с пола слизывать. Нет, кто-то любит шоколад с пола слизывать. К тому же ты сам мне дал возможность двигаться в этом направлении. Этим кусочком жабры со сном. Что он ждет? Это тем более вообще постегивает. Если вот Эша еще там находилась, она такая, да отстаньте от меня, мне на ферму надо. Я же плыла с тем расчетом, что я буду напротив хроморы. Викинг, привет, друзья. Очень рад вашему возвращению, потому что обожаю компанию. Черпаю от эпизодов вдохновения, включаю на фоне, рисую. Спасибо. Спасибо большое, Викинг, тебе за поддержку. Рисуйте, рисуйте. Показывайте. Я просто сейчас скажу. Мы все записали. Ждите теории. Для меня просто очевидно, что никто там из присутствующих Эшу не отпустит. И нужно просто собой шоколаду убило, чтобы ее отпустили с этого острова. Лоран Дафна, я подарю тебе весь шоколад в мире. Даже шоколадную лодку могу сделать. Только согласись на прогулку на лодке. На шоколадной. По шоколадным рекам. Нормально. Там была шоколадная. Шоколадная лодка. Чисто борт кусать. Шоколадная лодка. Спасибо вам за ваши донаты, за подписки на Boosty, за вашу поддержку. Благодаря вам, кто не знает еще, и вот на YouTube всем привет тоже. Для этого посмотрите стрим, открытие нового сезона. Мы переехали в новую студию. И здесь очень круто. Я у тебя, наоборот, ввел игру. Не хватает кондиционера. Но вообще здесь балбеж. Кондиционер не потому, что мы такие типа пафосные. А кондиционер включите нам, пожалуйста. А просто потому, что приборы работают. Да, и от них жарко. Я потею. Все перекрыто, окна перекрыты тканями. Поэтому если нечем дышать, иногда под конец уже становится так типа... Иззеваем, кстати, мы часто от этого, потому что воздуха не хватает. Да, не потому, что нам скучно, потому что и там нам воздуха не хватало, и здесь. И даже зимой это такая проблема. Вот. Ну, очень круто, что здесь... Я вот чувствую это пространство со спиной, что его как бы... Что я не прижат к стене. Я вот себя как мастер чувствую. Не знаю, как пербатыватель. Ты почувствовал какое-то... Что прикольнее вести тебе или нет? Нет. Не почувствовал? Нет, я был с царства очень... Ну, как бы меня не особо занимало. То есть, на самом деле, для меня эти стены... Я же находился все-таки в царстве. Ты вышел потом из Роли? Краса и знания. Я могу сказать, что с точки зрения игрока они сильно... Ну, то есть, вообще практически не отвечают именно здесь за столом, потому что есть такое же как бы это построение. Ткани висят на таком же расстоянии примерно. Но очень здорово, что в зоне, где мы типа воду себе наливаем и чай, и это там можно ходить теперь. А не ждать пока... Да, не стоять как в метро. Да. И там будет еще круче. В той студии у нас... Мы стояли в очереди, чтобы пройти просто по коридору. Чтобы вообще в эту комнату войти. А туалет какой здесь? Ну, на личной сцене, честно говоря, мы оценили наличие там туалета, потому что тогда мы уходили в сторону туалета. Викинг рисовал Яла Монтикора до того, как это стало мейнстримом у викингов. Спасибо. Тут вот второй раз уже вопрос про вдохновение задают. А я еще быстренько сейчас договорю по поводу новой студии. Мне кажется, самое главное – это удобство технической стороны. Я думаю, что... Жаль, конечно, что Антон не скажет, но я думаю, что ему здесь легче разворачиваться, а в новых форматах это будет вообще ощутимо. Кстати, я хочу сделать отдельный респект нашему техническому директору Антону Фадину, потому что я вообще не почувствовал никакого... То есть просто все идеально перенесено в новое пространство. Все работает. Никакого ни проблем, ни глюков, ни зависов. Все работает идеально, как часы. Я, кстати, понимаю еще, почему у меня есть лучшее разворачивание. У меня же были в старой студии камеры вот здесь. Я их все время периферическим зрением чувствовал. Все время их сносил. Я между них все время был. А здесь у меня вот это вот пространство. Я типа классно, я чувствую этот воздух. И вот здесь у меня широкий обзор. То есть тут стена была там, а здесь широко, и я себя гораздо лучше чувствую. Ну и в плане того, что я действительно тоже могу выйти, пройтись, найти спокойной воды, ни с кем не толкаюсь. И туалет, потому что я ненавидел туалет. У нас там был лучше туалет, чем у вас. Это да, но я просто... Меня от него воротило удастся. А здесь я просто счастлив. Поэтому спасибо вам, кто поддерживает канал «Земегами». Спасибо большое. Я вам страшно респектую. Спасибо за возможность как бы кайфовать здесь. И двигаться вперед, потому что вот с технической стороны это прогресс, то что мы сможем легче вертеться в этом пространстве. Там было, особенно когда мы делали какие-то широкие планы, ну вот на комфортнее мы часто чувствовали нехватку места пространства, потому что камеры, они, естественно, им нужно определенное расстояние, и вот это вот все. Это все очень интересно и очень важно. Дорогие. Вопрос два. Это не важно. А пространение что-то? 123. Йоу. Эпизод супер. Гоша. Что было с проверкой внимательности Дафны? И сколько времени осталось до встречи на ферме? Да, я знаю. Мы это отдельно, мы просто не вернемся. Я попросил вот Веру запомнить, мы просто не вернемся. Дафна с Венерой провели какое-то время на корабле, я отдельно потом скажу, что там заметила исследование Дафны. Я просто не хотел уже в рамках сегодняшнего сюжета на этом сейчас углублять внимание. Да, фермы сколько осталось? Ну, как бы теоретически, вот этот день настал. Вот как бы ночью. Ну, как бы ночью, да. Ужасно, просто ужасно. Вопрос. Ну, это опять же, условно говоря, я просто хочу отметить, что не было так просто ситуации, что ведьмы сказали Эше, приходи на ферму вот тогда, если ты не придешь, то мы убьем всех из всех. Это просто как бы была назначена встреча. Я имею в виду, относитесь проще к этому времени, да, чуть проще, давайте скидку на время. Два вопроса было. Про особняк пергамов. Ангмар поговаривают. Плохим игрокам студия мешает. Ого. Поговаривают плохим игрокам студия мешает. А у нас с игрой все хорошо, мы лишь про туалет говорим. Главное, под именем Ангмара это все посылает. Какой бы человек хитрый. Ангмар, надо было играть лучше. Не лежал бы сейчас на Дне Москва. Так вот вопрос про особняк пергамов номер один. Он же вроде находится рядом с бедным домом и коллектором, а пергамы богачи. Почему так? Я по-вашему вот так и сказал это сейчас. Типа вот почему? Просто пять раз вопрос задавали, поэтому... Да, да, ну а как? Я, естественно, вам не отвечу. Пока нет ответа, потом когда-нибудь. Второй вопрос про вдохновение. Я могу сказать так, случайных вещей в основных сюжетных образах, их как бы нету. Либо их минимум. Знаем потом. Второй вопрос. Ты дал Юре вдохновение, сказал, что это вдохновение специально отдает два преимущества при броске на удержание медведя. Но если Юра потратит это вдохновение на переброс, то преимущества на броске медведя не будет. Где это вдохновение? А вот я про, он его крутил в руках. Вот оно. Это его дзен-медвежий. Медвежий дзен! Блин, что-то еще мне сегодня хотелось. А кондиционер не будет, только в чем кондиционер? Волновало людей. Что? Нет, теоретически это возможно. Не надо. Не надо. Не надо. А то будет вот это вот, похоже на Алису где-нибудь, и будет типа, Алиса, кондиционер. Зачем? Ну все, друзья. Я объявляю так. 0-0. 0-0, это значит, стрим превращается в тыкву. Это значит, что сегодняшний стрим закончился, а завтрашнего в расписании нет. До свидания. Вот, еще раз всем спасибо зрителям, игрокам, Юре, и мастеру, и вселенной, и Антону. Спасибо, что были с нами. Приходите на «Мы не договорили» в Дискорд. Там все обсуждалочки, там так клево, ребята. Я вам советую, люди с Ютьюба, приходите тоже. А, вы не сможете, потому что вы это поздно увидели. Тогда люди с Ютьюба, приходите на прямой эфир. Звук погромче просят сделать на следующих играх, потому что в некоторых моментах приходилось, типа, тяжко. Просто запомнили. Да, мы за этим следим. Но вот тоже, я сразу говорю, это не массовое явление такое. Это явление не массовое. Поэтому постарайтесь, все равно, если вы любите компанию и понимаете, что мы тут еще не совсем Dolby Digital, 5.1 стереозвук, вы чуть где-то, если вы смотрите... Они говорят, что на максимуме и приходилось прижимать наушники к ушам, что ничего было не слышно. Может быть, это у кого-то личные, как бы, проблемы там с наушниками. Ну, то, что плюсики пишут. Ну, да, просто... Ну, мы приняли к сведению, мы попробуем этот вопрос решить. Хорошо. Ну, а у этого вопрос решится только, вы же понимаете, в чем. Он потихоньку, он каждый раз решается. Вот ребята не дадут сорвать. Лучше громко, чем тихо. Да, лучше громко, чем тихо, да. Ребята не дадут соврать, мы каждый месяц окупаем новое оборудование и постоянно его модифицируем. Мы ждем, пока вы зазнатите столько, что на каждом триме сможет сидеть звук и режиссер. Да, звук и режиссер. Да, да, мы работаем. В игре есть моменты, когда мы говорим... Да, есть моменты, когда мы говорим очень громко. Вы слышали, как стрим начинался, как Юра верещал? Поэтому найти здесь... Звук был настроен на то, что мы говорили громко. Потом мы как бы... Да нет, нет, я думаю, что там есть некий баланс, который выстроен. Но для того, чтобы это было прямо вообще для вас супер-супер, это произойдет со звук и режиссер. Да, да, со временем. Ребята, мы к этому двигаемся, мы не стоим на месте. Мы уже арендовали студию, в студии, в котором есть место для звук и режиссер. Потому что раньше такого места не было. Все, всех любим, еще раз спасибо. Пока-сики. До встречи на конструкции через неделю. Пока-а-а. 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 Пока-а-а.